Патрульная служба Добрый день. Ну, мирная жизнь – это то неизбежное, которое в конце концов наступает у каждого офицера. Мы все боимся этой жизни. На самом деле, я, честно говоря, понимал уже, когда в возрасте, что когда-то придется уйти в отставку, когда-то придется коснуться этой мирной жизни. Для меня что-то было такое чужое, далекое и страшное. Ну, как она себя показала в результате? Нормально, нормально. То есть есть жизнь тоже в мирной жизни, как говорится, не гражданки. Ну, я попал в очень, скажем так, хороший коллектив. Меня к себе пригласил работать в том числе на предприятие руководителя, мой друг, с которым мы очень давно служили вместе, который был у меня наставником. Обучал меня всем, так сказать, азам службы, чести, принципам, начиная с 87-го года. Это про Сашу Бердышеву говорить? Да, да, да. Он же в 87-м году, когда я пришел на службу, он же был у меня наставником. Да, да, да. Он наставником, и он меня обучал всему. Я был зеленый, глупый, так сказать. И вот мы так по жизни вместе с друг другом шли. И потом он ушел раньше, он ушел раньше в отставку, стал руководителем. И вот сейчас получилось так, что мы опять вместе. Я у него заместителем. В стенах вагона строительного завода. Да, да, он делит это. Это, да, это сначала он вас по жизни, что называется, обучал военосновам правоохранительной деятельности, да? А теперь уже мирной жизни. Да, да, именно так. Сколько в отряде вы прослужили? Это же сколько лет жизни вашей отдано Тверскому Собору? В отряде я послужил с 93-го года. С 93-го. То есть на следующий, ну, сейчас 29 лет. А так вообще я с отряда ушел в чисто календарных 27 лет. Это действительно что-то с мясом приходилось выдирать. А вы сейчас бываете там у себя дома, скажем так? Да, да, часто. Именно дома, именно в семье. Вот именно вот это вот, да? Я когда прихожу, когда приезжаю в отряд, когда возникает вот время, возможности. Потому что, ну, к сожалению, не всегда, это достаточно нечасто бывает. Но тем не менее, я вот, меня тянет туда, я приезжаю, и до сих пор не поверишь. Ребята подают команду, товарища офицера. Я захожу, меня называют командир. Понимаете, собственно, как привычки. Не по имени, имущество ничего, говорит командир. И это, наверное, то чувство в душе, в сердце, когда ты понимаешь, что вот эти годы, годы командира отряда, когда по отряде я отдал не зря, они не потеряны в моей жизни. Это, наверное, самый достойный период времени был в моей жизни. Что самое тяжелое было в общении с мирными, не военными людьми? Это и себя пришлось перестраивать, и какая-то ломка отношений с подчиненными? Ну, пришлось перестраивать именно, да, отношения, общения. Это первое. Потому что, естественно, я уже понял изначально, что так как приказы, скажем так, на исполнение отдаются людям в погонах, как это принято у нас, естественно, с арштабскими, с гражданскими приходится общаться несколько другое. Наверное, убеждать, объяснять. Ну, хотя у нас все это гораздо проще, потому что наши дирекции, все люди в основном в погонах. Все те, кто ушли в отставку и долго служили родинам, различных ведомств, поэтому все, скажем так... Вы друг друга понимаете. Да, я даже, мы по коррежорам ходим и подпольно друг другу додьем честь. Да? Да. Кстати, вы рассказывали, что даже по привычке, как написали рапорт на отпуск на очередной, да? Да, первый рапорт на отпуск я написал вообще, когда там было, достаточно своеобразно. Значит, обезуясь, значит, соблюдать правила поведения, обезуясь, значит, предоставлять место расположения и передвижения и так далее. То есть так, как это принято было, так сказать, на службе. Как там, да. Да, и когда там делопроизводитель прочитал, естественно, на заводе говорит, Артем Валерьевич, вы прикалываешься? А у меня это было именно по привычке уже. Ну, это уже, наверное, не изжить у себя. Да, да. Так и остается. Кстати, вы говорили, что очень напрягает вот именно вот это вот отсутствие в чем-то дисциплины, которая как бы, ну, которая является краеугольным камнем для многих, для становления личности. Вот это наличие этой дисциплины. Ну, вы знаете, я всегда говорил, что вот армия, да, изначально это, наверное, тот шаг у человека, который его приучает к этой дисциплине. Многие это, слава богу, делают гораздо раньше. Вот именно спортивные секции, о чем мы сейчас говорили, это суворские училища и так далее. Но у мужчины это главное. Женщина, она может быть немного недисциплинированная, она может, так сказать, быть ветреной, свободной. Это женщина. Мужчина – залог в успех. Это дисциплина. Это четкое умение ставить перед собой цель. Идти до конца. Эту цель – добиваться. Он не может себе, мужчина, позволить проспать. Он не может себе, мужчина, позволить просто там отодвинуть намеченные планы или обещанные. И потому что он хочет остаться дома в постели. Или просто ему трудно идти. У нас, знаете, было даже пословие, что в спецназе нет больных, есть живые и мертвые. Это действительно так. Если даже однажды ты встал и чувствуешь себя плохо, ты чувствуешь себя там, любой гражданский можно себе позволить взять больничный и так далее. Нет, естественно, с зубы ты идешь и выполняешь свои постальные задачи. Потому что у тебя есть задача, у тебя есть цель. С гражданским, естественно, сложнее в этом плане. Он привык к совершенно другому. По возможности, если он ездит, он взял больничный, он на него ушел. По возможности, если у него пробило, так сказать, время, и он должен идти домой, он идет домой. Все называется военно-военно, и арбитрозный расписание. Вот, да. Ну, как вам сказать. Это нормально, наверное. Это нормальная жизнь. Это просто другая жизнь. Да, просто нормальная, другая жизнь. Ну, что делать. Никаких проблем нет. Это мы, наверное, не от мира всего. Те, кто, так сказать, служили в погонах, и те, кто привыкли к определенному общению. Ну, видите, иногда эти жизни соприкасаются, да? Да. Получилось так. И о воспитании детей, вот мы сейчас говорили и упомянули. Не случайно ведь бойцы СОБРа постоянное внимание уделяют подрастающему поколению, хотя у самих-то забот полно. Это очень специфичное подразделение. Ну, вообще, изначально, кто будет заниматься детьми, если не мы? Естественно. Школа, это понятно. Кто, если не мы? Да. Поэтому, знаете, дети, они смотрят с, знаете, каким-то таким удовлетворением. Они смотрят, особенно пацаны. Как вы говорили, действительно, они у нас видят то, к чему они хотели бы стремиться. Да, на вас посмотреть-то на бойцов СОБРа это одно удовольствие. Да, когда у нас, почему все патриотические вот эти вот руки мужества, да, они начинались там с выставки оружия, образцов вооружения, экипировки, формы, демонстрации каких-либо, так сказать, фильмов, подготовки бойцов. В спортзал мы их приводим. Когда они смотрят в спортзал, как бойцы из 15-го тренируются, естественно, у них горят глаза. Им хочется такими же быть. Им хочется, чтобы девчонки на них смотрели, как на настоящих мужчин. Я хочу сказать, что вообще вот это сейчас нововшее поколение уже, которое растет, оно в корне отличается, конечно, от того поколения 90-х. О, это лучше не вспоминать, хотя уроки вынесли. Да, и сейчас многие мальчишки, которые действительно, ну, еще раз говорю, основу закладывают родители в семье, они действительно приходят, они уже ставят перед собой определенную цель в жизни. И ты понимаешь, когда ты с ними разговариваешь, ты разговариваешь не с пустотой, а еще не просто в воду. Потому что, говорю, даже в 90-е, когда мы задавали вопросы вот детям, да, там, ну, кем ты хочешь быть? Ну, на самом деле, без зазрения совести и без стыда перед своими даже одноклассницами, он говорил, ну, а что, буду торговать на рынке, там, и так далее. То есть, торгуем, да. Хорошо, что не бандитом. Да, нет, это вообще, об этом даже бандит, это было очень модно. Сейчас, действительно, они хотят стать офицерами. Они хотят стать офицерами, хотят стать учеными, хотят стать какими-то, действительно, теми великими, достичь великих профессий, которые нам докладывались еще в 80-х. Включая так, как, ну, сейчас, 90-х годов, скажи, ты хочешь быть космонавтом? Он будет смеяться над тобой, что это вообще, и как. Сейчас, да, сейчас уже воспитание совсем другое у детей становится. Кстати, вы наблюдали, из ваших воспитанников кто-нибудь пришел в отряд? Ведь стать бойцом СОБРа, это очень сложно. Да, пришел в отряд, и не один. Вот я точно, лично принял трех человек, которые в свое время были у нас в отряде еще школьниками. Ну вот, и мало того, один был школьником с моей дочерью, вместе в одном классе учился, с моей дочерью. И потом вырос, пришел в отряд, отслужил армию, после армии пришел в отряд, с первого раза не потупил. Потом второй раз, третий, добился упорный парень. Сейчас служит офицер, все, боец, один лучший бойцов спецназа, СОБРа нашего, вот, и пришел, добился. А тогда у него еще вот это все заложилось и, так сказать, сформировалось тогда на уроке мужества, когда он школьником приехал к нам в подразделение. Значит, все не напрасно. Ваша жизнь доблестная не напрасно. Это же очень приятно осознавать. Конечно, не напрасно. Когда даже у нас, вот мы собирали детей, собирали школу, даже если из них процентов 20 поймут, что сейчас не им Родина должна, а не ей, что для того, чтобы что-то требовать, хотеть и просить, надо сначала что-то отдать. И есть у каждого свои обязательства перед этой страной, перед народом, особенно у мужчин. Это уже значит, мы не зря все это проводим. Потому что мы закладывали именно это, объясняя пацанам, парням вот этим, молодым, знаете, как я их уже называл, что у каждого мужчины вырастает, возникает обязательство перед семьей, перед женщиной своей и перед Родиной. В первую очередь. Замечательно. Я надеюсь, что к Вашим словам прислушаются. Мне бы хотелось, чтобы Вы дали совет родителям, кто сейчас воспитывает совсем еще, кажется, маленьких мальчишек, девчонок. На что в первую очередь обратить внимание? Ну, в первую очередь, я думаю, что надо обратить внимание вообще на то, что дети с Вами делают вместе, рядом. Да. У нас, к сожалению, сейчас появление всех вот этих вот систем, компьютеров, гаджетов. Очень многие родители, не желая тратить время на воспитание ребенка, на общение с ним, пытаются откупиться именно этим. Понимаете? Ну, отпуская его именно в эту виртуальную жизнь. И в этой виртуальной жизни ребенок очень быстро уходит из реальной жизни и теряет себя. И потом вернуть его достаточно тяжело. Приходится даже прибегать к помощи психолога. Вот именно родители должны быть всегда рядом изначально и формировать его самосознание, его принципы, его ценности в жизни. И вот это есть основа. А потом уже, да, включается, в помощь уже помогают, как говорится, школа, секции спортивные. И офицеры СОБРа. Да. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был полковник полиции в отставке, бывший командир Тверского СОБРа Артем Валерьевич Гатаев. Спасибо. Будьте здоровы. Не болейте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»